Политическая, нравственная и правовая культуры – именно этим должен обладать не просто житель, а полноправный гражданин. В момент, когда страна стоит на пороге серьезных политических событий, важно, чтобы не только взрослое население, но и молодое использовало свое право выбора. Если каждый из вас пропустит это через себя и будет понимать, что действительно голос каждого в нашей стране, он весом и значим, и это не просто какое-то рядовое событие, а это действительно участие в будущем своей страны, то я думаю, что мы сможем поменять ситуацию в нашей стране, несмотря на то, что она достаточно активно меняется в лучшую сторону в последнее время, но мы сможем сделать еще больше вместе. Отдадим свой голос по совести, честно, за нашу страну, за наше будущее, ребята. Успехов вам в жизни, успехов вам в любви, успехов вам во всем. Во Дворце культуры юбилейной собрались те, кого совершеннолетие только настигнет или настигло совсем недавно. Скоро каждый из них сможет сделать свой осознанный выбор, поэтому правовая игра пришлась как нельзя кстати. Разделившись на команды, участники для начала вспомнили все понятия, связанные с выборами. Президент, наблюдатель, избиратель, учредительный съезд, кандидат в дебаты права, совершеннолетие. Составить из слов выражение и объяснить его значение, расставить в правильном порядке этапы проведения выборов. Задания игры требовали максимальной концентрации и знаний такого предмета, как право. Всенародное голосование граждан по законопроектам, действующим законам и другим вопросам государственного значения называется... Это референдум? Да, это референдум. Участник правовой и политической жизни. Все мы им являемся. Конечно. Столкнулись участники с креативными заданиями, придумывая лозунг предвыборной кампании. А строгая жюри оценивала знания и сообразительность каждого коллектива. Используй свое право. Сделай страну лучше. Будущее за нами! Отдай свой голос лучшему. Прими участие в судьбе своей страны. Все на выборы! За русский народ! За наше новое будущее! Члены жюри определили, что победителем игры стала команда «Патриот», но главным итогом стали новые знания и, конечно, положительные эмоции. Очень эмоциональная и дружная атмосфера. Буду проводить, чтобы молодые ребята знали, для чего это все нужно. И чтобы они именно шли голосовать за кандидата. Эмоции хорошие после этого всего, веселые, спины немного. Я считаю, что в дальнейшем нужно проводить такие мероприятия, чтобы продвигать в этом направлении молодежь. Нужно все-таки ходить на выборы и голосовать за президента, и выбирать главное его. Ольга Юга, Евгений Стародубов, Воскресенские вести.